В период новогодних праздников бригады скорой помощи выезжали к пациентам более двух тысяч раз. В Ангарской городской больнице подвели итоги работы в первые дни нового года. А еще поделились планами на ближайшие три месяца. Подробности далее. Январские праздники для работников медучреждений, как и для всех экстренных служб, сопряжены с большой нагрузкой. Впрочем, эти каникулы обошлись без серьезных происшествий и аварийных ситуаций. По крайней мере, так сообщают представители Ангарской городской больницы. У нас работали две поликлиники. Поликлиника номер один и поликлиника БСМП. Бывшая поликлиника БСМП, поликлиника номер два. Оказывалась помощь населению с 9 утра до 20.00, с 2 по 6 января включительно, ежедневно. За это время двумя поликлиниками было обслужено порядка полутора тысяч человек. Кабинеты неотложной помощи, работающие при каждой поликлинике ежедневно до 20.00 в празднике, совершили порядка 200 выездов к пациентам на дом. В праздничные дни в поликлиниках работали узкие специалисты. Это хирурги, это ларингологи, неврологи и окулисты. Также в ежедневном режиме прием вела врачебная амбулатория в поселке Мегет. Кстати, именно там в рамках федеральной программы земский доктор работает врач-терапевт. У Ангарской городской больницы большие планы по привлечению молодых кадров. В марте этого года одно из терапевтических отделений переедет в здание бывшей женской консультации. Здание с лифтом, там где располагается администрация сейчас, в Ангарской городской больнице очень удобная будет форма работы. Мы сейчас ремонтируемся там потихонечку. Хотела сказать, что побыстрее будем ускоряться, чтобы там работают дневной стационар, русские специалисты, физиокабинеты. Не в посредственной близости находится 86-й квартал 12-й дом. Это стационар, где можно пройти цифровой рентген пациентов. Это хорошо должно получиться. Мы к этому сейчас готовимся и с марта начнем работать. В середине этого года в учреждении появятся передвижные диагностические модули, а именно флюорограф и маммограф. Эти оборудования пользуются большим спросом у населения. Новые современные устройства помогут приводить обследование на дому, что должно улучшить доступность медицинской помощи.